Девушки отдыхают Соответственно он наводил шорох, ну а когда к нему уже привыкли, поняли как с ним бороться, он перестал наводить столько ужаса, как хотелось бы владельцам данного танка. Что касается того, что обсудим первым. Первым обсудим очень быстренько бронирование. Бронирование, ну такое себе, вот эти экраны по 5 мм разрисованные под экранами, вот здесь вот, если видите, вот эта верхняя часть, фиг да нифига, 81 мм брони, борт, который, соответственно, ниже, я бы сказал, ватерлинии, да, то есть все, что находится за гуслями, всего лишь 32 мм. Плюс экран 5, ну короче говоря, 37 мм в прямой проекции. Что касается кормы, танцует от 21 до 32 мм. Бронирование, короче говоря, мягкое, как и у всех. Кепка, я как ее называю, ну а по факту комбашенка, 81 мм бронирования. Спереди, вот в прямой проекции, танчик довольно неплохо бронирован для своего уровня и довольно часто получает рикошеты и непробития. Вот эти вот два кусочка и вот эти два боковых скоса имеют по 86 мм брони и с приведенкой доходят до 235 мм. Вот эти вот две ячейки с лючком для обзора, они имеют 115 без приведенки, потому что приводить нечем, просто прямой угол. Что же касается мордочки вот здесь спереди, ВЛД, верхняя вот эта вот планочка имеет всего лишь 32 мм брони. Вот эта планка имеет без учета приведенки 81 с приведенкой 146 и 81 мм нижний бронелист. Ну, соответственно, вы понимаете, к чему я клоню, нужно прятать. Теперь давайте обсудим орудие. Орудие у него довольно интересное, но не во всем. Оно, безусловно, интересное в том, что 280 единиц альфы, всего лишь 104 единицы пробития. Почему всего лишь? Потому что очень часто нужно, чтобы все-таки пробой был побольше. Но в целом играбельно, главное, чтобы не много шестерок против вас было, особенно тяжей. Время перезарядки 10,5 секунд. Он приближается, я бы сказал, в сторону ближе к 11. Это с учетом того, что у меня там открыто все, что можно открыть. Поэтому, ребят, честно говоря, ну вот время перезарядки меня всегда смущало. Хотелось бы чутка быстрее. Если бы он перезаряжался по 8 секунд, была бы вообще красота. Что касается урона в минуту, ДПМ довольно неплохой. Реализовать можно, безусловно, не в 100% боев, но в целом можно. 1590 единиц. А вот сведение и разброс у танчика действительно, ну, не очень. Поэтому мне он никогда не нравился для игры на дальних дистанциях. Меньше слов, больше дела. Погнали в бой, посмотрим, кошмарит ли на сегодня кошмар. Итак, друзья мои, мы попали в первую катку. И, соответственно, давайте будем решать, что мы будем делать. У нас есть три тяжа, у нас есть четыре, ну, три СТ, один ЛТ. Я думаю, что лучше всего кинуться нам прямо и поехать в сторону ТТшек. Почему в сторону ТТшек? Потому что у нас два ТТ и, соответственно, можем попытаться им хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь помочь. Заодно заценим броню. Что касается подвижности. Машинка, как ПТшка, очень подвижная, но прям супер. Вопросов никаких не имею. То, что я говорил, что борт шьется, вот, пожалуйста, первое этому подтверждение. Борт прошили абсолютно спокойно, абсолютно без печали, ну, и, скажем так, абсолютно не напрягаясь. Что касается нашего бронепробития, ну, вот, смотрите, сейчас ПЗ-5-4, который для нас красного цвета. Согласитесь, как для ПТ, но не очень приятно. Углы склонения. Вот если вы на вот такой горке находитесь, то, в принципе, можно отыгрывать. Что же касается более высоких горок, безусловно, не отыграешь. ПЗ-5-4 не выдающийся по пробитию танчик, но пробитие свое он имеет. Точность орудия на средней дистанции, но сейчас не смог заценить. Пушка все-таки вправо-влево поворачивается не сильно бодренько. Соответственно, не всегда приходит, ну, не получается доводить именно прицелом. Приходится доводить корпусом, соответственно, разброс сбивается. Ну, вот, приехали в борт. На месте танчик разворачивается бодро, но я не успел, все-таки ПЗ-5 меня добрало. Короче говоря, вот такой вот первый бой без единой единицы нанесенного урона. Возможно, я, конечно, косяково сыграл, поэтому обязательно сейчас запрыгнем в следующий бой и посмотрим, что будет там. Итак, ребят, результаты боя даже смотреть не будем. Тут, в принципе, все понятно. Ноль нанесенного урона. Давайте запрыгнем в следующую каточку и попробуем в следующей катке, ну, сделать хоть что-нибудь. Я, честно говоря, очень сильно сейчас удивлен. Кошмар я выгонял из ангара очень давно, ну, прям совсем-совсем, даже не помню, когда последний раз выезжал. И я, честно говоря, абсолютно сейчас не ожидал, что на нем я не смогу пробить даже ПЗ-5-4 своего, по сути, одноклассника по уровню. Ну, согласитесь, это очень печально, когда ты даже свой уровень нормально пробить не можешь. И, конечно, ребят, ПЗ-5-4, он не в выдающейся бронированности танк, и он не тяж, он СТ-шка, и, честно говоря, ну, мне сейчас было крайне грустно и обидно. Потому что раньше танчик отыгрывал просто шикандосно. Ты выезжал, ты накидывал, ты нагибал, ты разносил своей альфой. Да, пускай не мега какое-то имбовое КД у тебя, но у тебя есть альфа, по крайней мере, заявленная. И когда ты элементарно эту альфу не можешь реализовать из-за низкого уровня пробития, ну, я, честно говоря, сейчас, ну, немножечко в шоке. Почему? Потому что я привык, что на кошмаре реально можно накидывать, а на данный момент не получается абсолютно. Итак, по УВНам, вот на горочке зацениваем еще раз, довольно неплохо. Когда у тебя заходит альфа в противников 340, согласитесь, это очень приятно. Сейчас попробую откинуть сюда. Ну, вот сейчас без полного сведения и не в состоянии полного спокойствия танка кинул, но прилетело абсолютно не туда, куда целился. Ну, я имею в виду не туда, куда целеуказатель показывал. Поэтому, ребят, я и говорю, что я этот танчик никогда не применял и никогда не любил его пытаться применять на дальних расстояниях. Очень сильно не любил игровые ситуации, в которые, ну, вынуждают меня отыгрывать на дальнем расстоянии на данной машине. Вообще, в целом, накидывать на нем урон за бой, я бы сказал, что не является сложным. Главное, чтобы у вас была возможность отстреливать. В принципе, альфа такая, что, ну, приятно ее забрасывать. Броня есть, ну, в прямой проекции. Вот сейчас, правда, АТ-2 для меня в прямой проекции, как бы, ну, вот, пожалуйста, пушка косая, как мой сосед на пьянке. Поэтому отыгрывать на дальнем расстоянии и не выходит по-человечески. Зато на ближних расстояниях танчику цены нет. То есть, ну, ты подъезжаешь, ты закидываешь, явно выносишь в ангар, причем с очень высокой долей вероятности. Сейчас посмотрим еще раз на дальние дистанции точность орудия. Вот сейчас полностью сводимся, бросаем. Ну, ребят, сами видите, что происходит. То есть, если бы снаряд пошел чутка ниже, мы бы, если бы не ангар отправили бы, то явно сделали бы из него прям совсем такого худосочного недобитка. Смотрим на результаты боя. В данном бою команда сыграла получше, даже, наверное, существенно получше. Всего лишь 618 единиц урона, один уничтоженный противник. Танчик мог бы больше, если бы орудие было более точное на средних и дальних дистанциях. Соответственно, я бы сделал сейчас еще хотя бы там два, возможно, три результативных шота. Ну, два однозначно. По АТ-шке я бы точно отбросил один раз и точно отбросил второй раз. Ну, соответственно, больше бы нанес. Плюс там была еще СТ-шка, по которой я тоже почему-то не попал, хотя расстояние было небольшое, но попало в гусли. Потому что не было полного сведения. Третье место в команде по урону. Но, согласитесь, ПЗ 5-4, 1615 единиц урона. Это на косарь больше, чем сделали мы. Ну, в общем, существенно. Запрыгиваем в третью катку и смотрим, насколько подтвердится первый бой, ну, либо второй бой. Для того, чтобы хотя бы понимать, насколько честный будет вывод по результатам этих каток. Потому что первая катка показала полный ноль. Вторая катка показала, я бы сказал, среднячок от того, что хотелось бы получать от этой машины. Ну, а дальше сейчас посмотрим. К ТТ-шкам ехать я не имею абсолютно никакого желания. Не хочу я туда переться. Поеду к СТ. Подвижность машинки, в принципе, это позволяет. Ну, и, соответственно, почему бы этой возможностью не воспользоваться. Вообще, я помню, честно говоря, как эта машинка когда появилась. Я очень сильно ее хотел. Поскольку увидел, что она творит на карте. И, честно говоря, я был настолько в шоке. Особенно, когда столкнулся с этой машиной самостоятельно. И понял, что спереди мне ее разбирать просто нечем. Ну, короче говоря, очень сильно загорелся. Ну, а сейчас, честно говоря, у меня как-то немножечко другие ощущения от данной машины. Вообще, наверное, ребят, не только танки меняются. Меняется сам рандом. Меняется то, как люди играют. Меняются развесовки в игре. В отношении того, какие танки вводятся, выводятся. Ну, вот, есть. Теперь посмотрим, что мы сможем сделать еще. Ну, как я уже говорил, альфа у танчика такая, что, в принципе, добирать, как бы, ну, вот вообще без печали. Я уверен, что сейчас я сделаю, может, не совсем прям спокойно, но три фрага сделаю гарантированно. Главное, чтобы времени перезарядки хватало вам. И тогда вы сможете все реализовать. Итак, ДВ-2. Что он нам сейчас скажет? Ну, четверка особо нам ничего не скажет, я думаю, по пробитию. Ну, как я и говорил. Против четверок ты играешь, в принципе, вообще на расслабоне. Главное, не поворачиваться боком. Знаете, как вот гнидой кобыле. Главное, не подходить к сзади. Но, соответственно, главное, чтобы к вам сзади никто не подошел. Ну, вот сейчас редкий случай, когда кошмар действительно кинул туда, куда надо. И попали. Вообще, честно говоря, сейчас, когда я отстреливал, я был в полной уверенности того, что я не пробью. То есть, сейчас явно снаряд полетит куда-то там, ну, вообще не в ту степь, что называется. Вот сейчас, интересно, фугас зайдет или нет? Зашел, но толку от этого нет. Соответственно, лучше бы бил бронебойными. Ускорюсь уж, больно хочу получить четвертый фраг. Боюсь, не успею. Нет, не успел. Все-таки добрали до меня. Хотя, 4 фрага сейчас можно было сделать. Итак, ребята, давайте, друзья мои, посмотрим результаты третьего нашего боя. Третий наш бой. 1530 единиц урона. За классности первой степени 3 фрага. По результатам серебрухи при учете медальки у нас получилось 24119. Ну, будем говорить 24 косаря серы. Но, ребят, это с медалью. И в нашей команде по урону мы заняли первое место. Теперь давайте суммировать и кратенько подводить итоги. Я бы сказал так. Кошмар перестал настолько кошмарить, насколько кошмарил раньше. Но он перестал кошмарить исключительно в пределах одноклассников и шестерок. Вот так скажем. Что касается, если вас забрасывают в топчик и вы на своем левеле, и под вами еще есть 3 или тем более 4 противника левелом ниже. Ну, вы, короче говоря, едьте просто вот так вот прямо. И равных вам не будет, как это было в последней нашей каточке. На данный момент у меня все. Это был кошмар, который частично кошмарит, частично нет, но уже не настолько явно ужасен. Всех благ вам, всего хорошего. Да, и, ребятки, если вам понравилось видео, ну и если вы не жалеете одной секунды своего свободного времени, в правом нижнем углу желтый шильдик подписывайтесь на канал. Я буду вам безумно благодарен за поддержку моего начинания. Всех благ, всего хорошего вам. Мира и спокойствия. Субтитры подогнал «Симон»